Глубоко уважаемые коллеги, добрый вечер. Вашему вниманию будет предоставлено клиническое наблюдение пациента лимфомы Ходжкина. Пациент 1985 года рождения, на сегодняшний день ему 34 года. Диагноз лимфомы Ходжкина – модулярный склероз 2АХ стадия с вовлечением надключичных подмышечных лимфоузлов справа, лимфоузлов ворот правого легкого, переднего средостения, крупный очаг, с прорастанием в переднюю грудную стенку, был поставлен в 2014 году. Частичная ремиссия от июня 2015 года, 2014, простите, это опечатка, и прогрессирование от октября 2014 года. Химиорезистентность этого пациента был выставлен в дальнейшем диагнозе. Анамнез. Пациент считает себя с больным с февраля 2014 года, когда появилась припухлость на передней грудной стенке справа, отечность правой руки, зуд в этой области, выбухание передней грудной стенки. При КТ-исследовании в марте 2014 года выявлено увеличение всех лимфоузлов во всех этажах средостений. В верхнем этаже средостений патологическое мягкотканное образование с максимальным размером 57 мм и увеличение надключительного лимфового зла справа. Была выполнена биопсия этого образования, иммунитетно-химическое исследование, и был поставлен диагноз лимфомы Ходжкина дулярный склероз. В дальнейшем пациент самостоятельно решил лечиться в Израиле и обратился в клинику Ихилов, где было выполнено ПЭТ-КТ-исследование, и выявлено патологическое свечение в правых надключичных, подмышечных лимфоузлах, в переднем средостении, воротах правого и легкого. На тот момент, прошло чуть около месяца после КТ-исследования, опухоль в переднем средостении уже достигала размеров 15 см в максимальном измерении. Она прорастала переднюю грудную стенку и на уровне третьего-пятого ребер, сдавливая верхнюю полую вену. И также отмечалось диффузное свечение в костном мозге. Выполнена 2-3-панбиопсия костного мозга, и патология костного мозга не выявлена. Пациенту была начата химиотерапия по схеме АБВД. Выполнены 2 цикла. Затем выполнили ранний ПЭТ-КТ в июне 2014 года и расценили результат лечения как частичный ответ. Было уменьшение опухоли в переднем средостении. Она максимальный размер с 15 см сократился до 9 см. Ну и остальные узлы, которые были увеличены ранее, они стали значительно меньше. Пациенту продолжена была химиотерапия по схеме АБВД. Она завершена была в сентябре 2014 года. И через месяц после окончания химиотерапии выполнено очередное ПЭТ-КТ-исследование. Появились новые очаги в правых маключичных лимфоузлах, мамарных лимфоузлах слева, и увеличение размеров опухоли средостений в воротах правого лёгкого. И это было расценено как прогрессирование заболевания. Дальше пациент поехал лечиться в Москву. Научный медицинский медико-хирургический центр имени Пирогова. По поводу прогрессирования заболевания пациенту начата была высокодозная химиотерапия. Планировалась в дальнейшем трансплантация костного мозга. Провели два цикла химиотерапии по схеме ТХАП в ноябре-декабре 2014 года. По данным КТ, после химиотерапии этих двух циклов данные КТ были расценены как местное прогрессирование заболевания. Это образование в переднем средостении. Оно без чётких контуров распространяется экстратаракально в мягкие ткани передней грудной стенки. И размеры его начали немножечко увеличиваться на фоне химиотерапии. Также отмечалась медиастинальная лимфоденопатия. Был проведен консилиум и проведена смена режима высокодозной химиотерапии. В январе 2015 года проводится другой цикл химиотерапии высокодозной. По данной КТ от февраля через месяц после следующего цикла химиотерапии до первоначального увеличивается размер этого образования в средостении. То есть, насколько мы помним, первичный самый большой размер был 15 сантиметров. Пациента переводят на терапию бендамустином. Отмечается продолженный рост опухоли. Опять меняют режим высокодозной химиотерапии. И, собственно говоря, эффекта этого не возымело никакого. Местное прогрессирование заболевания. Новых узлов не появляется, но это крупный этот очаг. Он продолжает расти, что пациента беспокоит. Конечно же, потому что на передней грудной стенке имеется вбухание мягких тканей, есть болезненность, есть, в общем, дискомфорт. И внешний пациент, наконец, попадает к нам. Это консультация у радиотерапевта. В процессе обсуждения было решено провести конформную лучевую терапию на область средостения. В разовой очаговой дозе 2 ГРЭЯ, до суммарной очаговой дозы, сначала мы планировали до 40 ГРЭЙ, учитывая, в общем-то, собственно, огромное образование, размер этого образования. Но в процессе лечения было принято решение увеличить дозу до 48 ГРЭЙ. Так получилось, что перед нашим отпуском это все было. И мы, в общем, видя хороший результат, мы решили, что мы можем себе позволить увеличить эту дозу. Сейчас на этом слайде представлено планирование лучевой терапии, которое, значит, здесь красным. Кнопку не вижу, где... Планирование. Здесь вот видно верхняя часть грудной клетки, как вот здесь поражение мягких тканей. В дальнейшем вот здесь видно боковой проекции, видно, насколько это выбухает. Это планирование лучевой терапии проводилось с совмещением с ПЭТ-КТ. Это другой срез, чуть ниже. Также видно, насколько это все какое-то довольно большое образование. Вот так. А, я не туда нажала. Не вижу, вижу, вижу экранчик просто с этим. Не хочет. Видно, насколько это, в общем-то, выбухает. Пациенту закончена была лучевая терапия, выписан он домой, и на фоне лучевой терапии уже был значительный регресс этого образования, порядка 50%, то есть внешние контуры пациента изменялись в процессе лечения. Через 3 месяца пациент проводит ПЭТ-КТ-исследование. И в сравнении с ПЭТ-КТ от МАЯ, это долучевой терапией, которая как раз-таки была, отмечается уменьшением метаболической активности в лимфоузлах средостения и самого образования, но появление дополнительных метаболически активных лимфоузлов в акселярной области справа, там, где первично, в общем-то, было поражение в начале. Это было расценено как прогрессирование заболевания, на начатой химиотерапии по схеме БИОКОП. После трех циклов химиотерапии по схеме БИОКОП ПЭТ-КТ-исследование было проведено. Сохранялась, в общем, метаболическая активность в лимфоузлах подмышечных справа, а также метаболически активные изменения по рынкам обоих легких. Ну, они были незначительные, эти изменения, они были некрупные, их расценили. Мы, как возможную реакцию на БИОЦИН, то есть как прогрессирование заболевания, это не расценивалось. Это все-таки стабилизация была. Но в средостении в этот момент впервые в облучаемом объеме впервые один балл подавили. У пациента отметили. Также мы перевели на его на ИОКОП, отменили БИОЦИН, и в тот момент мы смогли пациента направить в Центр гематологии, и он попал в протокол, в клиническое исследование по неволумабу в течение двух лет. Каждые три недели пациент получал введение неволумаба. На этом фоне сначала у него отмечалась положительная динамика, сохранялась стабилизация. Но все-таки через два года после лечения у него отмечена была все-таки прогрессия заболеваний, именно в акселярных лимфоузлах справа. Был он переведен на брендуксимап, ведатин. И, в общем-то, на этом фоне в дальнейшем все равно, то есть даже смена режима терапии, она не дала эффекта. У пациента дальнейшее прогрессирование, теперь уже в акселярных лимфоузлах справа. 5 баллов подавиль, но при этом в зоне облучения первичного у него сохранялся 1 балл подавиль, там не было активности никакой. То есть там те остаточные образования, которые там остались, они были неактивны. В ноябре 2018 года пациент поступает снова к нам для конформной лучевой терапии на зону подмечных лимфоузлов справа. Решено было получать в режиме обычного фракционирования по 2 грея до суммарной очаговой дозы 40 грей. Но здесь были сложности при планировании, учитывая, что мы облучали уже средостение. Это первичная зона облучения. Она несколько уходила вправо. Мягкотканный компонент, который я показывала, что здесь получается, что акселярные узлы, они рядом. И чтобы нам не было прихлёста полей, облучение, и в дальнейшем нам не получить осложнение после лучевой терапии, что, в общем-то, может быть, если мы могли бы переборщить с дозой лучевой терапии в определённых участках, нам пришлось прибегнуть. Изначально мы делали при планировании, мы повторили укладку пациента, аналогичной той, которая была при первичном облучении. Мы подняли все архивные истории болезни и уложили его совершенно точно так же, как при первичном облучении. Чтобы, в общем, та же самая укладка была. В дальнейшем сделали совмещение с ПЭТ-КТ, для того, чтобы все метаболически активные очаги попали в объём облучения, СИТИВИ. И совместили, сделали совмещение первого плана лечения и второго планируем, для того, чтобы у нас не было перехлёста полей. И нам удалось добиться, чтобы у нас маленькие, небольшие участки, где был перехлёст полей, в совершенно маленькой зоне, там около несколько кубических сантиметров буквально, и около 30% дозы. То есть 30% было с первого плана облучения, который был в 2015 году. И в 2018 году уже через 3 года около 30%. То есть от 48% ГРЭЙ было 30% и от 40% ГРЭЙ 30%. То есть мы совершенно не перебрали в этой ситуации, если можно так сказать. И вот план облучения, которым мы облучали акселярные узлы. Тут тоже видно, что нет перехлёста полей, то есть совершенно только по краю там проходит. Этому пациенту чаще делалась проверка укладки, естественно, для того, чтобы нам избежать возможных осложнений в дальнейшем. И лечение было закончено. На фоне проводимой терапии уже был ответ на лечение значительный. Эти узлы, которые были очень крупными, они, в общем, таяли на глазах и выписывали у пациента уже с 50% регрессом. То есть болевой синдром исчез совершенно полностью. Ну и, наконец, через 3 месяца для контроля лечения пациенту был проведён ПКТ всего тела, на котором мы впервые видим регресс акселярных лимфоузлов справа с одним баллом подавиль. Также медиастинальные лимфоузлы сохраняется один балл. Другие методы, если не там, не анализы крови, никакой активности процесса не показывают. Пациент чувствует себя хорошо, живёт полной жизнью, всё хорошо. И на сегодняшний день, на прошлой неделе он мне присылал свои последние анализы крови и сам звонил. С ним всё в порядке. Я, в общем, не знаю, надолго ли, но мы надеемся. Спасибо за внимание.